Книга «Открытым оком», 16-й том, тема «Болезнь», вопрос 3071. «Ваше отношение к больным СПИДам, участвуйте ли как-то в помощи?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Если этот человек заразился от нечистоты своего образа жизни, то он не чужое же время несет, а свое. И он должен возблагодарить Бога, что Бог положил конец его беспутству. Рядом со мной никогда не было таких, так думаю. Считаю, что эта болезнь запущена специально для садомитов, а их ждет огонь и после смерти. Так что, может, кто-то и покается еще? Они должны быть изолированы от общества, если они неверующие люди, ибо они опаснее пропокаженных, а те не должны жить в жилых кварталах. Даже при коммунистах к ним было отношение вот такое. Комсомольская правда. 28 октября 1987 года, страница 3. Еще раз о СПИДе. Полностью поддерживаю мнение 16 парней-медиков относительно того, что СПИД – это санитар человечества, который спасает его от наркоманов, гомосексуалистов, проституток. Вы пишете, что гибнут дети, но любое полезное дело не обходится без жертв, тем более если учесть, что на планете много лишних людей, не хватает пищи и жилья. В том числе и в нашей стране. Этот вирус поможет убить двух зайцев, избавиться от обросов человечества и решить ряд жизненных проблем. Вы скажете, а вдруг это коснется меня? Пусть, значит судьба, зато другим будет жить легче. Немного о себе. 26 лет, образование высшее, занимаясь спортом, веду образ, дозровый образ жизни, член КПСС, секретарь комсомольской организации, с уважением Виктор С. Средство от СПИДа будет получено ориентировочно через 5-10 лет, а может быть позже. А одна проститутка может за день обслужить десяток клиентов. За неделю сотни. Если она окажется больной СПИДом, то получится не цепочка, а лавина больных. За год одна проститутка заразит тысячу, а может более человек, а они в свою очередь еще несколько тысяч. А у нас в РСФСР проституток штрафуют на 100-200 рублей. Для них это копейки. Я думаю, что за занятие проституцией нужно наказывать лишением свободы. Возможно даже с конфликацией имущества. Ведь когда вооруженный бандит начинает отстреливаться, милиция имеет право застрелить его. Но ведь этот бандит менее опасен, чем больная проститутка и может погубить тысячи людей. Не будет действенных мер, будем бороться сами всеми способами, не церемонясь. Объявим террор проституткам за честь России, за память тех, кто лег за нее в землю в свои 18 лет. Коллектив Роты. Литер ГАЗ, 2207-87 год. На Западе называют эту болезнь кара Божия, бич Божий. Такие гостинцы приберег Господь для наших дней. Книга Левит, 13 глава, 45 стих. У прокаженного, на котором эта язва, должна быть разодрана одежда, и голова его должна быть не покрыта, и до уст он должен быть закрыт, и кричать, нечист, нечист. Второе, Паралипоменон, 26-21. И был царь Озия прокаженным до дня смерти своей, и жил в отдельном доме, и отлучен был от дома Господня. И Иоафам, сын его, начальствовал над домом царским и управлял народом земли. Иногда и от духовного можно интересное переложить. Евреям 12, 15. Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не сквернились многие. Иоафам 12, 15.